здравствуйте друзья здесь демитков юрий вы знаете что я на своем канале призываю вкладывать в акции и я говорю что это более выгодно всегда ну давайте вот для подтверждения просто посмотрим для демонстрации этого факта что произошло с теми акциями которые входят в мой портфель прямо сейчас и так сейчас вы видите мой портфель вот он и прямо по порядку давайте пройдемся вот по этому портфелю я думаю что я продолжу еще на эту тему россия 28 так да вот она смотрите я покупал по 160 ой 161 84 процента она выросла то есть я покупал с огромным надбавкой к номиналу и когда я покупал это облигация давала 4,2 процента годовых валюте сейчас она дает уже значительно меньшую доходность потому что цена на нее выросла на 7 процентов то есть за счет разницы в цены я уже заработал плюс 7 процентов и дивиденды она дает 12,75 процентов в валюте на номинал ну а в пересчете на цену покупки у меня 4,2 процента годовых я не собираюсь продавать вот давайте посмотрим газпром у меня на втором месте вы посмотрите значит 36 процентов активов это россия 28 меня очень маленький портфель вот газпром 1664 на втором месте посмотрите вот с начала года как вел себя газпром давайте покажу смотрите сейчас об ну вот примерно отсюда да вот кинем вот сюда вот 62,89 процента вот на текущий момент еще не годовых потому что год еще не закончился я очень здорово увеличил последнее время инвестиции в газпром и поэтому ну потому что северный поток 2 скоро будет запущен все таки я надеюсь и я думаю что газпром еще даст по себе знать потому что он очень долго не рос года три пора вот дальше полиметал посмотрите за год снова линеечку делаем вот где-то с января месяц сначала прошлого года по текущее состояние плюс 31 процент 3142 максимум был 43 процента сейчас 3142 процента сравните с доходностью по депозиту гмк норникель смотрим следующий 31 и 21 процента следующая система которая очень долго не росла линеечка снова 85 целых девяносто шесть сотых процента рост сургут нефть и газ привилегированные совсем другая картина его мы видим да я ничего не скрываю минус 6 целых восемьдесят три сотых процента на текущий момент минус акции могут и упасть дальше плюс 31 целых шестьдесят семь сотых процента яндекс я давно его держу он не платит дивиденды говорят их не надо брать плюс 42 процента плюс 42 . 47 процентов годовых ну и нафиг мне эти дивиденды вот но ватэк сейчас падает видим до плюс 11 целых 37 сотых процента все равно выше чем ставка по депозиту по любому лукойл плюс 23 целых пятнадцать сотых процента года вы знали почти за год с начала года распадская минус 19 целых сорок одна сотая процента это думаю максимальное падение в портфеле татнефть плюс 38 процентов газпром нефть плюс 21 процент минус 3 22 процента и аэрофлот ой 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 минус 3 22 процента и аэрофлот у меня совсем мало этого аэрофлота как вы видите но он даже в плюсе плюс 1,79 процента вот до сбербанк привилегированный я недавно его продал потому что я думаю что больше он расти не будет вот плюс 26 целых пятьдесят три сотых процента вот у меня часто спрашивают какие акции покупать я считаю что вот те акции то есть я привел пример да что акции выросли и и значит ли это что надо покупать акции тех компаний которые выросли отнюдь нет я думаю что надо внимательно смотреть на те компании которые скорее упали чем выросли потому что ну когда то они должны подняться надо смотреть просто на динамику их и почему еще второй фактор смотрите когда акции растут то руководство этих компаний скорее всего расслабляется потихонечку и говорит суши но у нас все так классно так классно что в общем чё там думать а вот компания у которых не очень все хорошо так мягко говоря они как раз очень серьезно задумываться над тем как сократить долги как сократить пассивы и поэтому надо просто смотреть как только пассивы начинают сокращаться а операционная выручка начинает расти то в общем сказать надо вот в этот момент и брать скорее всего эти компании какие компании я имею ввиду но я думаю что надо смотреть на сургут нефтегаз у него есть потенциал огромный для роста я думаю что надо смотреть на распадскую с огромным потенциалом для роста и полюс он достаточно хорошо падал сейчас растет алроса она падала достаточно глубоко и сейчас но не знаю когда то должна начать расти я не призываю покупать эти компании я призываю просто посмотреть на них внимательно все что я показал то что выросла ну разве что газпром еще может вырасти яндекс уже мне кажется исчерпал свой потенциал роста это первое второе значит в конце года я бы ну то есть это предновогодние ралли идет и так далее скорее всего в январе будет некое падение поэтому сейчас сейчас если вы собираетесь делать инвестиции в акции то я бы советовал все таки очень очень серьезно подумать прежде чем делать это потому что ну есть вероятность того что в январе они ну слегка опустятся так традиционно бывает поэтому поэтому как раз я и и рассказываю последнее время не про акции и поэтому я последнее время ну вы видите что видео про то куда вкладывать в акции у меня немножечко они ну отсутствуют на канале именно поэтому потому что ну нет свежих идей для инвестирования в акции а вот идеи для инвестирования в ноты пожалуйста вот у меня в данный момент три ноты вот первая нота я только что показывал видео о том что она вот видите вот это вот вертикальная линия это у ноты данной был первый период наблюдения и смотрите все раз два три компании находятся выше чем ноль и только одна компания находится ниже нуля то есть она несколько упала по сравнению с ценой покупки которая была вот здесь с ценой открытия данной ноты ну на момент открытия данной ноты у меня вот нота открыта на год и у меня спрашивали какие риски что ожидается вот если это самая самая плохая компания упадет ну ниже чем те самые 15 процентов которые обозначены как вот они минус 15 процентов это порог выплаты купона ну если вот эта акция упадет ниже чем выплаты купона то я просто не получу данный купон вот очередная красная линия будет и значит какая то из акций упала вот ниже чем эта красная линия просто не получу этот купон вот но запомнится этот купон и если в следующем месяце в следующий период наблюдения она превзойдет сюда то я получу следующий купон и тот который не выплачен и так далее то есть вот это вот есть эффект памяти я хочу напомнить и там говорилось о том что вот в конце ноты будет получена акции самой плохой компании да это так но только в случае если нота не будет отозвана досрочно а досрочно это если все 4 компании вырастут выше нуля ну вот здесь вероятность того что все 4 компании вырастут выше нуля была ну очень очень высокая и я думал что они так и сделают но вот в последний момент вот эта вот самая плохая компания она опустилась ниже нуля ну а теперь я могу назвать эту самую самую плохую компанию вот это сбербанк акции сбербанка это привилегированное вот то есть если вдруг совсем все плохо но вот пока самые плохие акции из всех этих компаний это акции сбербанка ну ничего не произойдет с акциями сбербанка уж точно даже если я получу свои деньги в виде акции сбербанка ну какие еще здесь акции есть это акции алроса алмазодобывающей компании крупнейшие алмазодобывающей компании россии акции мосбиржи это просто московская биржа она тоже в общем сказать никуда не денется и четвертая компания это нлмк новолипецкий металлургический комбинат который весьма и весьма может упасть потому что это сталь сталинитейная промышленность нынче не очень хорошо себя чувствует вот но тем не менее вот нлмк 4 46 процента вырос на настоящий момент вот и у меня таких нот вы видите вот на настоящий момент 3 я хочу еще 3 приобрести на иис чтобы там не говорили злопыхатели вы вякаете там а я буду делать вторая нота которая буквально через неделю будет период наблюдения это нота на компании лукойл роснефть яндекс и северсталь вот здесь у меня на 150 тысяч эта нота вложена на счете жены я об этом рассказывал ну яндекс вырос уже за это время за месяц на 25 процентов вы видите то есть здесь вообще ничего не угрожает я думаю вот в ближайший год вот лукойл я тоже думаю что честно говоря ему не сильно что-то угрожает вот сбербанк а северсталь 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 куплена на таком дне что в общем скорее всего она я надеюсь что она скоро начнет подниматься я думаю что северсталь не подведет и нота будет закрыта досрочно скорее всего и роснефть ну вот с роснефтью я просто не знаю что будет но я думаю что в течение года еще сечен будет у власти и никуда не денется потому что сечен это ну грубо говоря как поговаривают я не буду говорить точно поговариваешь что это кошелек путина скажем так вот и самая крупная самый крупный налогоплательщик скажем так россии регулярно вот вместе с газпромом то собственно говоря ничего с роснефтью не произойдет пока путин у власти ну а потом посмотрим вот и третья моя нота это то же самое что и первое только в другой период времени взятая взятая совсем недавно почти на месяц позже чем это то есть здесь разница только в начальном начальной дате вот ну и здесь сбербанка уже в падении но здесь минус 0,7 процента здесь минус 0,0 0,2 процента и период наблюдения 22 декабря посмотрим что будет вот здесь 7 декабря будет период наблюдения это уже очень скоро через неделю то ли 7 то ли 12 я об этом сниму видео то есть я считаю что сейчас надо не искать те акции которые вырастут потому что ну вероятность того что они сильно вырастут снижается а вот вероятность того что они не упадут меньше чем на 15 процентов заметно выше чем вероятность того что они вырастут поэтому поэтому сейчас мне кажется актуальны ноты и мне кажется что сейчас актуальны всяческие инструменты с гарантированной доходностью, то есть облигации. Прежде всего, это облигации федерального займа, облигации «Россия-28» — это тоже облигации федерального займа, но в валюте, ну и корпоративные облигации самых крупных компаний. Такие есть, там РЖД, ВТБ, ВЭП, все это существует. Вот такие небольшой обзорчик по акциям. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, что вас интересует. Я постараюсь ответить на все. Я уже не успеваю, поток вопросов очень сильно вырос. Но то, что смогу, я сделаю. На сегодня все. Спасибо за внимание. Поставьте лайк и оставайтесь на моем канале. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok